А мы, да, мы, кстати, эту тему продолжить готовы уже, и нам и есть ее с кем продолжить. Это наш следующий гость, которым мы сейчас проверим, как связь. На связи с нами первый заместитель главы администрации города Евпатория, Кирилл Вавренюк. Здравствуйте. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, Кирилл. Вы нас слышите хорошо, да? Я вас слышу отлично. Доброе утро. Великолепно. Здравствуйте. Вот Антонина уже проанонсировала какие-то изменения. Вы можете о них рассказать подробнее? И что, будут людей заставлять как-то за собой, не за собой, а вообще убирать? Или там какие условия вообще? Да, действительно, в городе приняты новые правила благоустройства территории. Теперь собственники объектов недвижимости, собственники или пользователи земельных участков будут обязаны содержать в чистоте и порядке не только свою территорию и свой объект недвижимости, в частности фасады, наружное освещение, но еще и благоустраивать и убирать прилегающую к этим объектам территорию. Ну а в случае нарушения будет предусмотрен штраф в административном порядке. Большой штраф? Много денег придется заплатить, если не убрал ветки? Это зависит от того, это физическое лицо или юридическое. Если физическое, то от 3 до 5 тысяч. Если юридическое, то от 30 до 100. Но нужно все-таки город содержать в порядке. А скажите, пожалуйста, вот эта вот вилка от 30 до 100, чем она обусловлена и кому на что рассчитывать вообще? Почему 30 и почему 100? За что? Я понял. А все-таки вот эти вот меры настолько категоричны, настолько критичны, когда мы людей не просим, не заставляем, а уже прямо угрожаем. Все-таки такие меры стоит принимать, исходя из нашей ментальности, южной, расслабленной или почему, как считаете, Кирилл? Возможно, возможно. Но дело в том, что документ, конечно, вызван уже наработанной практикой. Дело в том, что на протяжении последних лет мы убеждали, просили, говорили и штрафными мерами пытались воздействовать на те же санатории, на те же земельные участки, промышленные предприятия, базы, которые в городе находятся. Однако зачастую, конечно, не очень нас слышат, поскольку это связано с дополнительными расходами и затратами. А все же горожанам и нам хотелось поддержать город в чистоте и видеть его красивым и цветущим. Отлично. Я, знаете, еще что думаю? А может быть сделать конкурс на самый чистый участок, самый чистый двор, и тогда стимул будет еще больше. Все-таки не кнутом, а может быть пряничком. Наши люди любят посоревноваться по тому, поэтому... Да, наши люди больше любят как бы не столько пряники, сколько всем рассказать, что у меня есть пряник. Отличная идея. Возьмем на вооружение. Спасибо вам большое. Хорошего дня. Удачного, успешного дня. Спасибо, что пообщались с нами. Да, с нами был Кирилл Вавренюк, первый заместитель главы администрации в Патторе. Хорошего вам дня еще раз. Продолжение следует...